Рабочая встреча лидеров Евразийского экономического союза прошла в формате видеоконференции. Беларусь как страна-председатель была инициатором этого разговора. Лидеры Армении, России, Казахстана и Кыргызстана оперативно откликнулись на предложение обсудить неотложные вопросы высшего уровня. Центральной темой стало противостояние к коронавирусной инфекции и экономические последствия пандемии. С ними справиться можно только сообща. Беларусь призывает к решительным мерам, а именно сохранить транзитное и двустороннее транспортное сообщение. Для этого между странами ЕАЭС необходимо организовать безопасные с точки зрения медицины коридоры для транспортировки грузов. Также особое внимание внешней торговле и производству продовольствия. Белорусская страна предложила проработать общие механизмы реагирования на глобальные кризисы. В Беларуси завершается сев яровых. По стране осталось освоить 15% площадей. С работами фактически справилась Минская область. Теплая весна позволила начать кампанию примерно на 10 дней раньше, чем в прошлом году. Сейчас на полях центрального региона сеют сахарную свеклу и лен. В Слудском районе под эти культуры площади были увеличены. Ждет в своей очереди картофель и кукуруза. Под нее в этом году в Минской области также увеличили площадь. Виртуальные мастер-классы для реального хобби. Столичные центры дополнительного образования на каникулах проводят занятия онлайн. Преподаватели создают видеоуроки и проводят трансляции в социальных сетях. Например, в столичном дворце детей и молодежи «Золок» работает виртуальная школа экологии. Волонтеры «Экодвижение» продолжают изучать темы дома. Также для учеников проводят онлайн-выставки и экскурсии.